здравствуйте уважаемые севастопольцы и гости нашего города в эфире передача в контексте и поводом сегодня пригласить к нам в студию известных мастеров спорта послужило проведение нашего турнира который посвящен метру севастопольского бокса который защищал севастополь участник великой отечественной войны аркадий макарович макеев и у нас есть видеоматериал по проведению турнира в котором участвовали конечно юные боксеры севастополя 22 традиционный турнир по боксу памяти заслуженного тренера у ссср аркадия макеева известного мастера ринга участника обороны севастополя прошел на ринге 4 спортивной школы олимпийского резерва соревнованиях приняли участие 58 боксеров которых приветствовал старший сын аркадия макаровича севастополе папа подготовил очень много хороших спортсменов такие как евгений гущин владимир мелянский юрий юрий антонов владимир лаевский и еще много много народу которые дали большой толчок развитию физической подготовки на флоте и занятиям спортом вокруг ринга собрались ветераны флотского бокса мастера спорта александр сергеев александр ильин виктор вячин и михаил корничук мы всегда аркаша друзья были мы часто встречались на всех спартаки адах вооруженных сил военно-морского флота особенно спартаки адах советского союза он мне понравился как лучший педагог лучший тренер не только севастополя но и военно-морского флота сборная команда севастополя большей частью пополняла сборного военно-морского флота где он был старший судья и мы все встречались москве и в других городах нашей страны дебютировали на ринге будущие чемпионы из олимпийской школы бокса и добились первых побед кирилл миронин давид хапилин михаил углов тимур абдуроманов были за белыми канатами ринга и ничейные поединки в этом поединке пришлось мне провести очень тяжелый бой с очень хорошим соперником мне было трудно но я держал победу это уже мой третий бой 2 это уже второй раз я боксирую с тем же соперником соперник был серьезный но мы показали оба достойный результат традиция 4 спортивной школы все тренеры воспитанники родной школы стань будущем российского бокса владимир милианский виталий коломеец информационный канал севастополя и конечно нашим телезрителям будет интересно узнать об аркадии макаровича макееве кстати это кстати это и мой первый тренер в 1958 году я начинал заниматься тренироваться у аркадия макаровича и выступал на первенстве советского союза в четверть финале вел борьбу за бронзовую награду и конечно шире и больше расскажет в нашем макееве гордости севастопольского бокса участники великой отечественной войне президент федерации бокса черноморского флота мастер спорта евгений георгий 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 здравствуйте макеев аркадий макарович участник великой отечественной войны защитник севастополя одессы участвовал бояк на кавказе награжден многими медалями и орденом красной звезды легенда черноморского флота как боксер мастер спорта возглавил команду черноморцев как тренер подготовил многих мастеров спорта участников всесоюзных соревнований и как здесь уже прозвучало я хочу подчеркнуть это владимир мелянский который перед нами сейчас находится это григорий скороход это георгий седоренко это гифтор брожаев это владимир николаевич который сейчас тоже позже лаевский я скажу это настолько техничные боксеры что даже уже в зрелом возрасте когда прошла молодость боксируя с ними на ринге ну как с тренером уже величайшая техника вот мои лаевский 80 лет но когда ты наносишь один удар он три наносит 80 лет ну во первых еще можно сказать что он своих сыновей воспитал его сыновей мастера спорта то все он настолько глубоко влился в спорт черноморского флота в развитии его что конечно о нем можно говорить говорить и говорить спорт клубе висит его портрет и когда приходят на тренировку даже молодые боксеры то вот мы начинаем с того кто здесь начинал развитие спорта кто этих боксеров готовил кем они какими они боксерами стали и вот молодые боксеры конечно где-то и набираются вот этого это патриотического воспитания именно вот в этой легенде бокса нашел я думаю что продолжит характеристику макеева который действительно является основателем послевоенного бокса владивир алексеевич сомов он у нас главный судья данных соревнований арбитр международной категории мастер спорта и несколько слов именно как от тренере как о человеке об аркаде макарыч я 68 по 73 год учился черноморском высшем морском училище имени нахимова при под старшим преподавателем на кафедре физической подготовки и тренером по боксу у нас был сын аркадия макарыча полковник он до борис аркадьевич макеев по четвергам у нас была парилка а перед этим мы всегда ходили спортивный клуб сначала у нас были спарринги со сборной черноморского флота который в то время тренировал папа то есть макарыч вот а после этого уже парилка и но он не только смотрел на нас со стороны но и держал нас на лапах подсказывал как лучше особенно ценным был опыт что-то все-таки в сборной черноморского флота времена советского союза были довольно таки очень сильные боксеры мы все-таки курсанты ограниченные заниматься таким видом спорта как они тем не менее от них брали очень большой опыт вот я знаю бы аркадия макарыча как отца и вообще я дружил с семьей бориса аркадьевича а вместе с этим и с аркадием макарыч у нас федерация бокса черноморского флота серьезная общественная организация много офицеров входит в нее и тех кто уже запасе в отставке и также те кто и сейчас несет службу и евгений несколько слов о федерации целях и задачи организации федерация бокса черноморского флота федерация черноморского флота как такова существует вот тоже представитель федерации владимир висеевич с которым мы в принципе и боксировали и учились вместе черноморском училище выпускались и получились определенную школу поэтому мы конечно прикладываем все усилия конечно благодаря помощи командующего первой заботе команду еще флотом о развитии спорта развитие бокса на черноморском флоте проводим организуем различные соревнования спартаки али вот недавно прошли соревнования где мы привлекли и боксеров города и черноморского училища курсантов это по памяти посвященной памяти нашему вот этому уважаемому и боксеру макееву цели одна воспитать сильного мужественного моряка военнослужащего офицера мечмана контрактника матроса ну а целями нашими является по возможности расширить секцию бокса возможно возразиться та спортрота когда в свое время значит она существовала на черноморском флоте может быть нам на базе центрального спортивного клуба армии ведь очень сильные боксеры были в спортроте и я хочу сказать и на черноморском флоте сейчас очень сильные боксеры я вот был в новороссийске когда служила там боксировал новороссийске и молодые ребята приходили служить кандидатами мастера спорта но не всегда можно было привлечь на соревнования просто очень сильная боевая подготовка конечно первую очередь это защита наших рубежей это готовность себя к бою на корабле на берегу но как бы ни было конечно мы все равно прилагаем все усилия чтобы задачу это выполнить владимир алексеевич а ваша оценка организации проведения соревнований ведь у нас впереди еще несколько стартов в организации которых будет принимать участие федерация бокса черноморского флота это одна из общественных организаций на флоте действительно и несколько слов о поддержке командующего флотом именно этого направления вида спорта олимпийского вида спорта бокса несмотря на то что бокс как вид спорта не стал или прекратил быть профильным в вооруженных силах там рукопастные боя вот тем не менее память об аркадии макарычи до сих пор в плане до проведения данного турнира в память о аркадии макарычи находится в плане черноморского флота спортивные мероприятия да и особенно в этом плане это помогает но все знают что сандр виктор святков мой ученик и мы с ним дружим до сих пор помогает в проведении этого турнира выглядели какие какими красивыми грамотами от имени его награждались наши участники поэтому данный турнир будет продолжаться и я думаю будет еще больше участников чем сейчас на следующий год мы наверно делаем в рамках крымского всего крыма а может быть даже с привлечением некоторых городов героев российской федерации но героя из городов героев а вот несколько слов о том кто у нас в этом году какие еще будут мероприятия проводиться федерации ну после у нас в основном по линии бокса два таких мощных турнира это все-таки первое макеева но и сейчас приобрел уже довольно таки в этом году значительно в рамках крыма проводили это памяти адмирала грейга вот ну да в прошлом году связи с его как лица юбилеем юбилеем 240 лет ему было мы учредили и данный турнир вот а постараемся как говорится более к ежегодно его проводить но и одна из из целей это в год его до двух тысяч двадцатом году все-таки с помощью администрации города законодательного собрания поставить ему память у нас впереди еще также и турнир на призы мастера спорта сергеева александра ивановича это наш тоже капитан первого ранга подводник мастер спорта в тяжелом весе в весовая категория престижная так что бокс на популярен на черноморском флоте поддерживает его и помощник командующего черноморским флотом хоменко олег владимирович вот и думаю что и хотелось бы чтобы эти соревнования проводились не городском совете 4 спортивной школы а именно у нас на флоте в нахимовском училище было бы намного ближе к тем именно к морякам и к военнослужащим именно турниры вот такого плана грейга макеева хотелось бы так что ж а у нас девиз российского бокса мы умеем побеждать и завтра 1 февраля пройдет отчетно-выборная конференция всероссийской федерации бокса представлять севастопольский бокс будет президент нашей федерации бокса севастополя алексей трошев так что в москве определиться новый президент федерации бокса россии а мальчишка которых мы сегодня увидели на ринге они всегда боксируют под девизом стань будущем российского бокса сегодня на наши вопросы ответили те кому дорог и очень близко относятся с пониманием физической подготовки моряков черноморского флота именно бокса как вида спорта как спорта мужественных закаленных людей а звучит традиционное всего вам доброго удачи и здоровья